Девушки отдыхают Буквально на следующее утро они отвезли меня на Бродвей, где я спел все шоу партии Джекила и Хайда Я воспринимал этот мюзикл как рок-концерт И я продолжил выступать, потому что на тот момент мы все еще гастролировали А я даже не захватил с собой в дорогу свой сценарий Потому что я подумал, ну зачем в этом мюзикле? Я настоящий рокер И где-то через неделю звонит сотовый На связи мой агент, и он спрашивает, могу я задать тебе вопрос? Я отвечаю, да, давай, а он, а каково это, проснуться сегодня в статусе ведущего бродвейского актера? Я пою о рок-н-ролле, о своей любви, и недавно я подписал контракт с лейблом Spitfire Records На выпуск четырех сольных альбомов Spitfire только что приобрел лейбл канадское отделение Capital EMI Поэтому моя следующая пластинка выйдет на Capital EMI в Канаде, чему я очень рад Но если говорить, насколько я зол из-за своего увольнения из Кедроу Так вот я не зол, они зарабатывают на твоих песнях Как ты думаешь, кто больше всего зарабатывает? Это ты мне скажи, я не в курсе твоих дел? Поверь мне, когда-то я зарабатывал Но я даже не хочу говорить на эту тему Являясь ведущим актером Бродвей, я знаю, сколько кис платит своим группам разогрева И я даю тебе намек с этим разобраться Понятно, что от бродвейской сделки ты только выиграл Окей, помимо Скидроу, что ты думаешь обо всех этих других группах? Они продолжают свою карьеру, поют такие песни, как You've Gone Wild Есть разные группы, те же Poison, Слоттер, Докен, Синдрелла, которые сейчас гастролируют Мне очень странно смотреть это шоу Ты считаешь, что такие песни Скидроу, как Monkey Business и H&N Life, похожи на песни группы Poison? Нет, но это музыка, которая олицетворяет свое время Они олицетворяют собой то время и ту молодежь, верно? Сколько тебе лет? 28 Окей Если ты помнишь, когда Скидроу гастролировали вместе с Guns N' Roses, мы уничтожали названные тобой группы Я уже один раз это в своей жизни сделал Скидроу никогда не выступали вместе с Poison Скидроу никогда не выступали с Синдрелла А, нет, мы выступали с ними в России на пару с Узи Осборном Но когда я слушаю Poison иску песню Unskimmy Bob А потом я слушаю тему Скидроу I Remember You Нет, я не улавлю никакой взаимосвязи Поэтому расцениваю твои слова как оскорбление Это же тяжелая музыка, и вы во многом похожи Ты считаешь, что Poison играет тяжеляк? Сталина, у вас много общих фанатов А ты видел Пантеру на разогреве у Скидроу? Пантера играл вместе со Скидроу Пантера никогда не странировала с Poison Сталина, я не согласен Многие ходили на совместный концерт и Poison и Скидроу Так, все, интервью закончено Ты не согласен с тем, что у вас общие фанаты? Мне наплевать Я поем на Бродвее и не хочу обсуждать гребаных Poison, понятно? Ладно, чувак, все в порядке Пока передают меня привет Диего Хорошо, спасибо Чертовый Poison Я собрал по меньшей мере 4000 комиксов У меня имеется первое издание Человека-паука Удивительная фантазия номер 15 Комикс, который стоит около 25 тысяч долларов На эти деньги я мог бы купить себе мотоцикл или бассейн Но свой комикс продавать не стану Каким героем того или иного комикса ты бы хотел быть? Я люблю невероятного Халка Он всегда был моим любимым Вот прикол этот герой был полностью скисан с доктора Джекила и мистера Хайда А сейчас, Себастьян, если ты пообещаешь вести себя хорошо Возможно, мы сможем замолвить за тебя словечко и подарить тебе эту куклу мистера Хайда бесплатно О, большое спасибо Но я не могу этого гарантировать Чувак, именно так ты и выглядишь на сцене? Ну, смотря, насколько хорошо я высплюсь Когда я выхожу на сцену, в зале много моих фанатов И на афишах на улице написано в главной роли Себастьяна Баха Я отношусь к своей роли в этом мюзикле очень серьезно Поэтому я выхожу на сцену с твердым намерением играть И поражать моих зрителей на каждом выступлении Сточу по дереву мы отыграли, не знаю, ну 70-60 концертов А, нет, это не дерево, это бумага Но это стоит сделать А, ты стучи легонечко Нам аплодировали стоя на каждом выступлении, это весьма нехило Многие, кто смотрел это шоу, говорят мне, что хотя ты прекрасен в роли мистера Джекила Кажется, что ты больше подходишь на роль мистера Хайда Как ты можешь это прокомментировать? Ну, это очень рок-н-ролльная постановка Мистер Хайд, это типичный рокер Он предлагает давайте тусоваться, сексоваться, джигать Я выступаю на сцене уже лет 15 Поэтому роль доктора Джекила мне играет намного приятнее Только потому, что эта роль сложнее для меня Парочки сцен я целуюсь с девушками Но потом через пару сцен я этих девушек убиваю Поэтому моя жена предпочитает сцену убийства в сцене поцелуя Боже, тут сразу и не разберешься От Рока до Бродвее, но такова жизнь Если вы к чему-то стремитесь, а потом достигаете своей цели И у вас все получается, что ж это пупенно Скажи мне, в чем разница между 10 годами в Скидроу и первой неделе на Бродвее? Ну, я никогда не думал, что Скидроу приведут меня на театральную сцену Потому что я такой вариант событий исключал Но я занимаюсь этим с большим удовольствием Рок-музыка, как вы только что об этом сказали, просто потрясающая Как в плане лирики, так и в плане мелодии Поэтому каждый записанный мной альбом, если я ставлю на него свое имя, значит я его люблю И вот когда я увидел Джекила и Хайда, сказал себе Это ж классная постановка Так и есть Я большой фанат фильмов ужасов и научной фантастики Поэтому этот мюзикл прямо по твоей части Да, я привел своих детей прямо к актеру Джеку Вагнеру, которого я заменил И он сыграл в этом мюзикле просто отлично Сколько лет твоим детям? 12 и 6 Должно быть им мюзикл понравился Я думал, что в этом мюзикле все будет как в мультике «Король лев» Ну или что-то в этом роде Но одной из девушек перерезают горло А священника забивают до смерти полицейской дубинкой И мой ребенок спрашивает Папа, а это все за правду? Ну это просто со стороны выглядит реалистично Да Должно быть работа на театральной сцене тебя дисциплинировала Ведь с рок-группой ты отработал двухчасовый концерт и занимайся чем хочешь Да, конечно А теперь ты играешь в пьесе Да, действительно, это очень дисциплинирует 6 постановок в неделю и так 4 месяца Я даю около 120 концертов И нужно помнить наизусть все реплики Да, ой боже Я выхожу к зрителям, зачесанным назад волосами и говорю с английским акцентом Мои поклонники не могут опознать меня на сцене Где он? Что же тебе пришлось изменить в своей жизни для того, чтобы играть на Бродвее? Постановщикам этого мюзикла пришлось закрасить мои татуировки Они замазывают их специальным раствором И я до сих пор не придумал, как его удалить Но мне как раз сегодня выступать, так что все в порядке Так ты наслаждаешься всем этим по полной? Да, естественно, для меня эта роль настоящая честь И бурные овации стоя на первых двух концертах Честно говоря, овации на шести концертах из шести Вот же тебе подфартило Да, стучу по дереву Да, все в порядке Будешь выступать с этим мюзиклом 4 месяца? Да, 4 месяца Ну тогда давай, до встречи Большое спасибо По малолетству хочешь стать рок-звездой? Когда я запел, окружающие начали оценивать меня совершенно иначе Я ходил в частную школу для мальчиков Я пел ведущие сопрано в моем хоре мальчиков Когда я сам был мальчиком Когда появились Моторхэт, Айрон Мейден и прочие супертяжелые группы И вот именно тогда я всерьез увлекся роком Я сказал своим родителям, что переезжаю в Торонто и собираюсь стать рок-звездой На что они мне ответили Нет, никакой звездой ты не станешь А я такой Нет, стану Мы были первой хард-роковой группой, которая дебютировала на первом месте И это было потрясающе Это было абсолютно круто Мы выпустили 7 клипов подряд Которые заняли первое место в первой двадцатке хит-парада Countdown на MTV Видеоклипы на песне You've Gone Wild 18 on Life Monkey Business Wasted Time Peace of Me Slave to the Grand I Remember You И все они знали первое место На топ-концерте я впервые поднял на ноги 20 тысяч человек Я никогда такого не забуду От этого у меня мурашки по всему телу Я никогда такого не забуду Когда мы разогревали Aerosmith, я подсопался с одним фанатом Это был худший вечер в моей жизни Пара зрителей в зале серьезно пострадали А у меня возникли очень большие неприятности И у меня никогда не было возможности извиниться Поэтому сейчас я хочу сказать Мне очень жаль И я сожалею И этот случай достал мне еще больше неприятностей К чему я уже привык Мне очень жаль Внимание, которое я получал Заставляло других ребят из группы Возненавидеть меня до глубины души Кис пригласили нас к себе на разогрев Когда они выступали в рамках турного соединения В канун Нового года в моем родном городе в Нью-Джерси А у басиста скидроу Рэйчела Болна Была своя панк-группа И он был с ними занят и не хотел участвовать в шоу с Кис Понятно, что его отказ вывел меня из себя Я позвонил ему и сказал, что собираюсь надрать ему задницу В тот момент я нихуя не блефовал И реально хотел его побить О чем ему и сказали После чего меня из кедра уволили Конечно, это увольнение повергло меня в тотальную депрессию И вот после того, как все мои мечты осуществились Потом все было кончено Я никогда на театральной сцене не играл И видел только парочку бродвейских пьес Я пел всю свою жизнь Поэтому если вам был нужен тот, кто умеет громко орать или громко петь Один и еще несколько актеров Я именно тот, кто вам нужен Звонит сотовый, мой агент на проводе И он говорит Могу я тебя спросить, каково это проснуться сегодня И стать ведущим актером Бродвея? А я в ответ Да хватит уже пурген нести Ты что, надавно издеваешься? А потом я расплакался В этот момент вы просто могли бы пнуть меня прямо в горло Или что-то в этом роде Мы в Лондоне, Англия В 1886 году Я играю доктора с зачесанными назад волосами С английским акцентом И люди спрашивают А где Севастенбах? Кто это, черт возьми, такой? Это очень мрачный мюзикл Форменный тяжелый рок Это рок-н-ролльная постановка Секс, наркотики, насилие, кровь, дым и огонь Это вам не мультик, король лев Братан, это настоящий металл Не хочу, чтобы это закончилось И я уже боюсь, что отыграю в этом мюзикле в последний раз Потому что очень из-за этого расстроюсь Потому что я играю с большим удовольствием Вот честно, правда Чувак, это я Когда я смотрю на свою рекламную афишу И понимаю, как же это зажигательно Я не хотел бы все бросить, играть только на Бродвее Я это я, я остаюсь с собой Я Себастьян Бах Вот и все Я всегда буду отжигать Господи, пускай это станет уроком для позеров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok